МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня умный дом расскажет о всех ваших основных привычках, умный холодильник скажет о ваших пристрастиях, робот-пылесос даст полную картину вашей квартиры, а ваш телефон доложит, где вы находитесь, с кем беседуете, и о чем вы думаете. В сумме это рождает новый тип поведения и новую форму эксплуатации. Если раньше эксплуатировали природу ваши физически-интеллектуальные возможности, сейчас будут эксплуатировать вашу поведенческую природу и ее будут программировать. Отсюда мы стоим перед принципиальной иной реальностью, с которой раньше не сталкивались. Весь вопрос в том, кто будет определять технологии, формулировать программы, и кто будет управлять этим процессом, кто быстрее ответит на эти задачи, тот и будет править. И вы ничего не сделаете, никакими законами, никакими запретами. Перед нами стоит большой вызов. Он стоял в 20-е годы, когда нам надо было хотя бы догнать. Мы решили эту задачу. Мы перед войной создали лучший станочный парк, воспитали лучших командиров и блестяще образованных солдат. Это стало основой победы. Мы перед войной одержали три победы над временем, пространством и за единством страны. Если сейчас мы не одержим на этом фронте очередную победу, нами будут управлять другие, и они довольно исправно это уже делают. Треть главных стратегических ресурсов находится на нашей территории, и нас никто не оставит в покое. Президент об этом убедительно сказал в одном и втором послании, продемонстрировал возможности нашей защиты и безопасности. Но в информационном плане мы по-прежнему голенькие, как на витрине магазина, и здесь нам диктуют свои условия. Мы должны честно об этом сказать. Я вот обращаюсь к руководителям правительства. Следующим. Дума накануне формирования нового бюджета на ближайшую трехлетку. Вы сейчас довольно бойко рассказывали о том, что есть прогресс, есть продвижение. Да, части есть. Но информирую вас. По вашим программам в 2014 году были сформулированы ключевые задачи. Как они реализуются? По сути дела по неокрам произошел не прогресс, а по грум. В 2014 году сокращение статьи экономическое развитие инновационной экономики минус 16%. Космическая деятельность минус 20%. Даже завод ключевой Хруничева сидит в долгах 80 миллиардов долгов, и вы никак не наберетесь мужества списать и готовить суперсовременные кадры. Развитие авиационной промышленности, все почти самолеты иностранные, минус 40%. Атомный комплекс минус 66%. Повышение конкурентоспособности промышленности минус 95%. Похожая картина и медицинская промышленность минус 36%. Или мы принимаем принципиальные решения и вкладываем в базы отрасли, которые определяют инновации, или мы полностью заваливаем послание президента и будем не в пятерке, а будем в пятнадцатой, пропустим еще вперед три страны, сейчас мы одиннадцать. Это вопрос нашего исторического выживания. И вопрос в том числе освоения цифры и участия в цифровой революции. Что касается президента, прекрасно поставлены задачи. Мне казалось, после этого рванем в станкостроении, без чего невозможно, робототехники, искусственном интеллекте. Мы имеем такую возможность. У нас шикарная математика, великолепная. Я в который раз, заявляя, я у Белокейца увидел свою лучшую школу по математике, а матанализ в университете преподавал. Они говорят, с удовольствием многие вернулись, но куда? Тогда вношу в пятый раз предложение, давайте примем закон, по которым этим людям создаем супержготные условия вместе с семьями, и они к нам приедут. Они привезут новые технологии, прекрасные программы, и нам помогут двинуться резко вперед. Китайцы это решили своей ракетно-космической техникой. И ядерной тоже. Поэтому мы им обязаны это решить. Беру роботы, но без этого мы не можем двигаться. Это есть основа всего. Вы показывали сегодня? Но сообщаю вам, Южная Корея на 10 тысяч работающих почти 500 уже, Китай уже 40, а у нас два. И топчемся. Решение есть, и мы можем, обязаны решить. Но здесь возникают три единые задачи. Рост экономики, благосостояние граждан и технологический прорыв. Они должны решаться в сумме и вместе. Вы можете иметь электронный паспорт, электронную трудовую книжку, но если у вас нет работы, у вас средняя зарплата 20 тысяч, какой вы потребитель, куда вы что можете двинуть? Господину Орешкину, вам президент поставил выйти на мировые темпы 3,5%. У вас по полгода 0,7%. Если отбросить царевую, то промышленность будет минус один. У вас под вами сейчас статистика. Вы долго считали, я вот посмотрел, успели посчитать. Но меня это не радует нисколько. Тогда давайте решать эту проблему. Мы же вам предложили 12 законов, бюджет развития 25 триллионов. Перепланировать основные финансы, которые должны быть направлены на то, чем мы сегодня занимаемся. Хотите науку? Минимум 2% от ВВП. Хотите здравоохранение? Минус 7%. Хотите образование? Примерно столько же 7%. Но мы-то топчемся вообще в 2-3 раза меньше. Говорят, денег нет. Вам сообщаю, я думаю, на меня не обидится. Взял и посмотрел нашу олигархию, на которую никак рука у Думы не поднимется наложить нормальный налог. Нормальный. Никто не требует заоблачный. Три главных олигарха прибавили в этом году, в этом году. За счет конъюнтуры цен 840 миллиардов. Статья наука меньше, образование меньше по программам президента. Ну кто нам не дает принять разумные решения? Я думаю, они будут довольны, потому что разлом в обществе нарастает. Качество кадра ухудшается. Социальное самочувствие тоже. И никакая наша цифра тут не спасет. Цифра должна нам помочь решать эти проблемы. Отсюда надо ЕГЭ выгнать немедленно палкой из школы. У нас начальная школа идет первой пятерки, восьмилетка тоже самая. А с девятого класса мы провалились на 50-е и 60-е места. Смолин здесь в этом зале уморился это объяснять. Готов закон образования до всех. Готов уникальные суперучебные предприятия имени Алферова, где школа, наука, таланты вместе с современными технологиями, академии объединены. Я не могу никак отбить это предприятие, чтобы ее снова не продали после ухода из жизни ени. Готовы народные предприятия. Вот 13-го проводим всероссийскую акцию защитить совхоз Ленина, который стал лучшим в стране, несмотря на все росказни и прочее. Поэтому мы должны в сумме объединить и науку, и технологии, и цифровую революцию, и качество жизни граждан. Тогда мы получим искомый результат. Спасибо вам, что вы боретесь за это. Удачи всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова